Hi everyone! С вами Ева Лорман и Елена Бернес и это курс по депиляции. И в этом уроке Елена Бернес вам расскажет о том, как правильно обрабатывать инструменты, которые идут для долговременного использования. В депиляции, как и во всей индустрии красоты, существует такое понятие стерилизация, дезинфекция, инструментов которыми вы работаете. Я понимаю, что это не самая интересная тема в депиляции, как и во всех остальных курсах по индустрии красоты, но поверьте мне, что если вы будете работать и к вам нагрянет проверка, то вы замучаетесь искать эту информацию, потому что эту информацию не каждый может преподнести так, как положено и мы это уже неоднократно проходили в наших учебных центрах с Роспотребнадзором, со всеми инспекторами, которые популярно нам рассказывали и показывали точно так же, как и мы сейчас вам, что и как надо делать. Поэтому эта информация, она по сути своей уникальная даже в какой-то степени, пусть она не самая интересная, но она обязательно вам пригодится. Так вот, что я хочу дополнить к этому ролику. Дело все в том, что существует два вида материалов. Первый вид материалы для одноразового использования и второй вид материалы для многоразового использования. И мы в этом ролике сейчас показываем вам обработку материалов для многоразового использования. Приятного просмотра! В этом видео я вам покажу, как обрабатывать инструменты, которые не являются одноразовым материалом. А это пинцет, которым мы дорабатываем оставшиеся волосы. Мы должны его продезинфицировать и, конечно, простили. Для того, чтобы продезинфицировать, нам надо приготовить раствор. Это будет химический раствор, поэтому химическая обработка. Берем любой концентрат дезинфицирующее средство. В данном случае мы берем эстеладез. Обязательно к нему читаем инструкцию. По инструкции время выдержки зависит от процентного раствора. Если мы берем раствор 2 процента, тогда у нас погружение идет на 5 минут. Делаем обязательно маркировку, число ставим, от какого числа до какого, где-то на 10-14 суток, не дни пишем, суток. Делаем маркировку, погружение у нас на 5 минут, но сам состав годен в течение 10-14 суток. В инструкции написано, что для двух процентов мы должны взять 980 миллилитров воды. и 20 миллилитров средства. Вот мы с вами приготовили раствор, с дезинфицирующим средством, литр готового раствора. По истечении этого времени мы достаем пинцет, кладем его на салфетку для просушки. Следующий этап как предстерилизация к эстеладезу не относится, потому что в инструкции написано, что ему не нужна предстерилизационная очистка. Поэтому мы ждем, когда пинцет просушится и будем его стерилизовать. Как только у нас пинцет высох, мы его кладем в крафт-пакет, мы будем стерилизовать с помощью сухожара. Если есть у вас автоклав, то тоже будет замечательно. Обязательно его закрываем в крафт-пакет, делаем маркировку, дата, номер стерилизатора, и ставим непосредственно уже в сухожаровый шкаф на 60 минут, 180 градусов. Поэтому в любом случае инструменты нужно обрабатывать, дезинфицировать и стерилизовать. Дезинфекция и стерилизация это не взаимозаменяющие вещи, а взаимодополняющие. То есть дезинфекция и стерилизация должна быть всегда у вас на первом месте. Итак дорогие друзья, что мы с вами должны понять из этого ролика, что существует несколько этапов дезинфекции многоразовых инструментов. Это предстерилизационная очистка, дезинфекция и стерилизация. Предстерилизационная очистка это образно говоря механическая очистка того же инструмента, но в дезинфекторе было написано, что предстерилизационной очистки не требуется, в этом нет необходимости. Поэтому мы можем спокойно сразу погружать в дезинфектор этот инструмент, который является многоразовым инструментом. Я прекрасно понимаю ваш сарказм, все абсолютно уверенно, кто смотрит этот ролик, вот сто процентов уверенно думают про себя, да нафиг нам это нужно, что за бред, зачем этот пинцет, единственный пинцет какой-то, туда погрузи, потом сюда погрузи, еще на целый час, еще куда-то его там погрузи. Вы знаете, мы тоже так раньше думали, пока мы не занимаемся учебными центрами и салонами красоты и в эти места очень часто приходит Роспотребнадзор с проверками. Поэтому мы уже этот вопрос давно, давно для себя изучили и решили, что гораздо правильнее будет подготовить вот это место дезинфекции, чтобы все там было как положено, все написано, как вот в ролике вы видите, что там емкость вся подписана, что там написано на самой емкости, какие часы, даты, все это очень важно для проверяющих органов, поверьте мне и в итоге, когда они видят уже готовый такой уголок для дезинфекции, они конечно приятно все удивлены. Сарказм у нас тоже был свое время, когда мы еще только начинали заниматься учебными центрами, что это такое и что это вообще и зачем один инструмент дезинфицировать, да господи, взяли просто спиртом протерли его и все. Нет, сейчас это не прокатывает вообще никак, есть определенные санитарные нормы и правила, в которых четко это все прописано и никуда вообще из этой подводной лодки не деться абсолютно точно вам говорю. Поэтому просматривая этот ролик, смотрите на него с точки зрения того, что он вам когда-нибудь обязательно пригодится. В принципе достаточно и понятны то ведь эти санитарные нормы лично мне, вот представьте себе сколько людей приходит в салон красоты, сколько людей обслуживается, кто его знает, чем они болеют, никто же не приходит со справками, что я здоров, нет такого, поэтому я лично вот даже за такое требование, что все многоразовые инструменты должны обязательно проходить три этапа очистки. Это очень важный момент, я вам скажу больше, это даже очень маленький объем, который мы вам показали, это так скажем прям вот уже нарезка конкретных моментов, а так вообще об этом можно достаточно долго говорить о стерилизации, какими способами это можно делать. Если в этом возникнет необходимость, если вы будете задавать вопросы на эту тему, то мы в принципе с Еленой Бернес можем вам более развернуты дать ответ на этот вопрос. Bye bye everyone, с вами была Ева Лорман и Елена Бернес, до встречи в новых видео! Ева Лорман, Елена Бернес, уроки красоты и антистресс, с нами научишься ты всему, вот смотреть нас надо почему? really! Хочешь депиляции всю узнать? Подпишись на канал и будешь изучать! просто смотрите все наши ресурсы и сразу решишь все свои вопросы. Ева Лорман, Елена Бернес, Ева Волорман, Елена Бернес, Ева Волорман. Елена Бернес, Ева Лорман, Елена Бернес, Ева winners, Ева Лорман, Елена Бернес. Субтитры сделал DimaTorzok